Ну и прямо отвечая на ваш вопрос, а нужно ли нам какие-то нравственные ценности откуда-то заимствовать? Ну вы знаете, что не всякое заимствование плохо. Вы возьмите наш Смоленский кафедральный собор. Вот это пример того, как надо заимствовать. В нем два стиля. Древний русский стиль с точки зрения композиции собора и барокко, западный стиль, который господствовал в Западной Европе в то время, когда строился наш собор. И вот все внутреннее убранство собора, весь декор, это западный стиль, барокко, но включенный в конструкцию древнерусской церковной архитектуры. И произошло не искусственное наложение, не такая механическая эклектика, которая саморазрушительна, да, а творческое взаимодействие. Что такое уния? Уния – это православный обряд и католическое вероучение. Специально была такая конструкция создана для того, чтобы привлекать православных к католичеству. Потому что так православный не пойдет в католическую церковь. А если он, видимо, никаких различий не ощущает, он идет туда, идет в православную церковь, а оказывается в католической. Понимаете, вот специально была создана такая система, чтобы осуществлять такую экспансию. Когда Сталин взял западные области, то он решил все, так сказать, как он и решал все сходу. Посадил всех в лагеря и закрыл всю эту унияцкую церковь. Печально, конечно. И мы ни в коем случае, так сказать, не приветствуем эти методы, отмежевываемся от них. Но суть вопроса в чем заключается? Что после вот этой сталинской ликвидации унии, конечно, несправедливой, прошло 40 лет, и выросли православные приходы. И большинство населения, конечно, ходит в эти православные храмы. И что сейчас происходит? Значит, у нас демократизация, появляется возможность для любых церквей осуществлять нормально свою деятельность. И появилась такая возможность для возрождения жизни украинской, этой унияцкой церкви. И если есть люди, так пускай они с Богом ее исповедуют, пускай у них будут храмы, и пускай будет возможность молиться.